Приветствую вас! Конечно, нужно более подробно выяснять историю вашего сновидения, то есть, что происходило непосредственно за две недели до того, как у вас вот это сновидение случилось, да, то есть, нужно выяснять, что с вами было, было ли, какие события были, если были, вот, и так далее. То есть, это на самом деле очень важно, на самом деле, сновидения могли оказать влияние события, которые с вами произошли, ну, вот именно в вашей жизни непосредственно перед тем, как данное сновидение вам приведет. Вот. Без этого, мне кажется, достаточно сложно будет дать вам такой более-менее адекватный ответ на проблему. Вот. Что важно? То, что каждый элемент сновидения, а я так полагаю, что помните вы хорошо, что-то вам приснилось. Каждый элемент сновидений необходимо разговаривать на ассоциациях, то есть, чем ассоциируется девушка, чем ассоциируется бастель, чем ассоциируется ночь, ночь и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Теперь, что касается таких уже более конкретных вещей, да, значит, мне видится так, что вы склонны себя обвинять, мне кажется, что вы испытываете давление, ну, вот, допустим, со стороны, ну, чего-то внешнего, да, то есть, со стороны внешнего, например, ну, мира, со стороны отношений, вот, вы испытываете давление, и вы склонны обвинять самого себя. Я думаю так же, что вы хотите, хотели бы быть в отношениях ведомым, а не ведущим, как это вот у вас имеет место быть сейчас, либо, либо вы считаете, что на вас слишком много ответственности наложено, вот, ну, здесь непонятно, да, здесь нужно этот момент разбирать, конечно же, потому что так вот по одному только сновидению, да, делать какие-то выводы мне бы не хотелось, не хотелось. Вот. Ну, однозначно, что некая такая агрессия по отношению, по отношению к самому себе у вас есть. Вот. И, собственно, она проявляется вот в том, что вы видите такой сон. Возможно, в глубине души вы считаете, что своей девушке вы недостойны, может быть, в глубине души вы думаете, что вообще недостойны жить, ну, и что-то типа того. Вот. В любом случае у вас мало достаточно отреагирования. Я хочу, чтобы именно этот момент вы поняли правильно. Да, то есть много, есть много чувств, есть много чувств, есть эмоции, да, вот, но нет отреагирования. Вот. Нет отреагирования. Или есть, но в недостаточно, не, в недостаточном количестве, скажем так. Вот. Понимаете? То есть здесь вот, конечно, очень важно в сторону того посмотреть, как вы свои чувства вообще реализовываете, и реализовываете ли вы их вообще, опять же. Вот. Вот в принципе, в принципе, то, что можно вам сказать, исходя из того, что вы написали. Вот. Ещё раз повторяю, что сон сам по себе, это интерпретация. То есть вы и я, в принципе, занимаемся тем, что интерпретируем его. Интерпретируем сновидение. Это далеко не всегда лучшее, что мы можем сделать. Практически никогда это не лучшее, что мы можем сделать. Вот. Гораздо более эффективно будет, если, например, на консультации мы с вами тщательно проанализируем, что означает ваше сновидение, что за ним скрывается, что за ним кроется и какие ассоциации у вас возникают с этим. Вот. Может быть, вы хотели бы больше внимания своей девушке к себе. Такое, как не. Парадоксально тоже возможно. И, возможно, это именно в виде, вот в таком виде, в каком вы это описываете, да, то есть через, ну, через насилие. Вот. То есть всё это реально, вопрос заключается в том, как, как это, эм, связано с вами. Чтобы понять, как это связано с вами, нужно именно, эм, исследовать. И исследовать вашу психику и ваша ассоциация. Вот. Поэтому, если вы хотите разобрать, разобраться с тем, что с вами, эээ, вот сейчас, на данный момент происходит, вот, то я рекомендую вам обратиться, ээээ, к психологу приватно и с ним уже поработать на эту, тем, вот, более подробно. Возможно, есть какие-то отношения, эээ, проблемы в отношениях с девушкой у вас. Вот. Такое, в принципе, эээ, тоже возможно, хотя я и, эээ, понимаю, в общем-то, что, хоть это и возможно, но, ээээ, вероятно, ээээ, болезненно для вас. Ээээ, нежелательно для вас. И, возможно, вы не хотели бы, чтобы это было так. Вот. Тем не менее, поскольку, эээ, ситуация с ээээ, с наведением достаточно уже серьезная, да, то есть, видите, вы, эээээ, как бы, проявляете агрессию по отношению к себе. Мне кажется, что это, ээээ, очень нехорошо. Вот. Ээээ, что я бы рекомендовал рассмотреть все варианты, в том числе и варианты наличия проблем между вами и вашей, ээээ, девушкой, ээээ, значит, а если это есть. Вот. Опять же, ради, ээээ, сохранения ваших все отношений, ээээ, в будущем, вот. То есть, говоря о проблемах, сейчас, да, говоря о проблемах сейчас, эээ, мы сможем, ээээ, грубо говоря, устранить эти проблемы, эээээ, в будущем, ээээ, и сделать так, чтобы они... не влияли на ваши отношения, вот, потому что если у вас действительно есть проблемы, то избегание проблем, ну, не принесет ничего хорошего, а наоборот приведет к тому, что проблемы будут накапливаться. Хотел бы вас предупредить, что обычно, когда человек начинает работать по данному направлению, вот, то его жизнь начинает меняться и сам человек тоже, он меняется, в общем-то. И поэтому я вынужден вас предупредить, что перемены, перемены будут не только у вас, да, но и окружающие люди тоже столкнутся с переменами и изменениями, которые могут быть у вас. И эти изменения и перемены, вот, они не всегда будут хорошими, не всегда будут приятными, не всегда будут и, возможно, в определенный момент появятся другие проблемы, которых, допустим, не было до сих пор. И вам нужно быть к этому готовым, чтобы встретить их адекватно, чтобы иметь возможность отвечать на них, на эти проблемы. Вот, и, собственно, правильно их воспринимать. Ну, а в данном случае восприятие этих проблем может быть такое, что это результат ваших изменений, вашего роста, ваших раскрытия, раскрытия себя. Вот, ну, просто, опять же, я вас предупредит, чтобы все было максимально прозрачно, чтобы вы знали, о чем идет речь и, значит, имели это в виду. Вот, потому что работа, да, вам нужна работа над собой, да, работа, она ведет не только к всегда положительным результатам, но она, в том числе и бывает достаточно негативно тоже, вот. Но, опять же, с помощью психолога, да, вот, вы можете это преодолеть, потому что у вас будет поддержка, у вас будет помощь, вы не будете один и вам будет легче, гораздо легче, чем если бы вы были один и вам в одиночку пришлось бы со всем этим сражаться, бороться и так далее. Это было бы гораздо тяжелее. Вот, на этом, в принципе, все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам ответить и помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.